Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хотела бы показать вам зимнюю одежду, которую я приобрела для своего ребенка, мальчика в возрасте 3 лет. Если вам эта тема интересна, то продолжайте смотреть. Итак, начну я с того, что проживаю в городе Санкт-Петербург и в нашем городе достаточно большое распространение получили скандинавские бренды, одежды, поскольку схожи с нами по климату и это достаточно прогрессивные страны в плане изготовления одежды и контроля качества. Итак, первое, на что я хочу обратить ваше внимание, возможно просто кто-то в других регионах не настолько часто сталкивается с таким продуктом, он действительно просто нереально классный. Это вот такие вот валеночки для мальчиков, ну для мальчиков такие расцветочки, конечно, такие неяркие, для девочек очень яркие, розовые, фиолетовые, голубенькие, очень красивые. Мы покупаем своему ребенку с первой же зимы, как только он стал носить обувь, у Тимы были вот такие вот кломы разных размеров. Я сомневаюсь, что можно встретить в Санкт-Петербурге маму, которая не слышала бы про эти ботиночки. Я думаю, что большая часть мам когда-то их приобретала. Не все, конечно же, но больше. Это потрясающе удобная и хорошая обувь. Я советую, возможно, кому-то заказать их через интернет. Они идут размер в размер, классические. В чем их плюсы? Во-первых, они очень-очень легкие. Во-вторых, детям в них удобно ничего не передавливать, никаких вот этих вот ужасных липучек, которые нужно натягивать. Следующий ребенок их абсолютно спокойно сам одевает. Он может их спокойно снять и обуть. Это очень важно, особенно для детей в садике, когда они обуваются и одеваются сами. То есть я хочу сказать, что двухлетний ребенок спокойно с этим справляется, а двухлетний снимает, одевает вообще на ура. Легкие. И у них вот здесь какой-то такой специальный материал, в которых ножка совершенно не нужна. То есть даже при температуре, вот у нас было 25-30, ножка оставалась теплой в этих ботиночках. Но у нас в среднем температура 10-15 градусов, то есть абсолютно замечательно себя чувствуют. Они достаточно широкие внутри, то есть спокойно можно поддеть носочек. Они высокие, спокойно одеваются комбинезоны все, которые зимой детки носят. Если вам необходимо одеть какие-то джинсы, да, то все прекрасно вовнутрь заправляется. Поскольку это очень важный момент, когда у вас обувь, которая на липучках вот такая вот перетягивается, не всегда удобно засовывать в них джинсы. Но ребенок же не всегда у нас в костюмах ходит. Он иногда с нами идет по магазинам или еще что-то, когда одежда не настолько объемная. Они не промокают, они очень легкие, как из какого-то материала. В них нет никакого меха, который обваливается. Они устойчивы к влаге. Суперская обувь. Очень советую присмотреться. Название я оставлю внизу. Это не реклама. Это действительно очень-очень классная вещь. Любая мама от Питера вам подтвердит. Так, вторая очень важная вещь, которую мы пообретали. Я расскажу на свое мнение вообще, в принципе, о зимних комбинезонах. У нас это вот такой вот комплект от Кэри. Это тоже финляндский бренд. Мы берем Кэри второй раз. У него такая достаточно яркая расцветка. Мех, удобный капюшон. Внутри такие, знаете, ощущения, как будто как флисик. Такое очень приятное. Везде на комбинезонах утягивающие. Вытягивающие вот здесь вот такие вот резинки, чтобы ребеночку было тепло. Все здесь двигается. Все это понятно. Очень хорошие материалы. Хотя они такие средней тонкости, да, скажем так. Но ребенку в таком комбинезоне действительно тепло. На что я хочу обратить ваше внимание. Это, наверное, основной даже повод для съемки видео. Это то, как необходимо носить одежду. Я думаю, что у европейцев, у многих вообще есть такие нюансы. У нас был такой комплект Рема. Рема, Рема. Напишу название, как он называется. Так вот, его необходимо было носить тремя слоями, чтобы якобы, чтобы он держал тепло, и ребенку было тепло. На вас должно было быть термобелье, потом флисовый костюм и сверху вот эта штука. То есть нас предупредили в твоем магазине, что если вы оденете, допустим, на ребенка, там, футболочку и шерстяной свитер, ну, какой-то свитерочек, который вы любите, то куртка работать перестанет. Что я вам хочу сказать? Ну, может быть, когда ребенку два года, это еще и ничего, но потом это достаточно неудобно. То есть представьте садик, да, в котором ваш ребенок какой-то одежды, его нужно одеть и термобелье, и вот эту вот флисовую штучку. На самом деле это очень неудобно. Я вам хочу сказать, что ребенок в таких комплектах мерзнет. То есть вы платите от 5 до 10 тысяч за костюм и не имеете возможности одеть какой-то свитер, ввиду того, что ваш ребенок просто замерзнет. И что я вам хочу сказать? На то время, когда у нас было в Питере действительно холодно, там, более 20 градусов, ребенок в этом костюме, даже несмотря на вот это вот все, мерз. В Кэрри у нас был комбинезон в детстве, я надеюсь, что с ними такой проблемы не произойдет. Еще хочу обратить ваше внимание на то, что некоторые комплекты, дорогие комплекты, действительно, они имеют в своем составе. Пух и так далее. Я читала отзывы, и многие пишут, что они действительно очень теплые, что они замечательные. Но есть некоторая часть мам, которые пишут, что перо и пух этот осыпался, и вот этот дорогущий комплект, теперь, знаете, там такая тряпочка с пухом внутри. То есть тоже обращайте на это внимание, поскольку дети действительно, поскольку дети пачкаются, а в садике они вообще пачкаются. И необходимость стирки возникает. Я не представляю, что каждый раз вы свой детский костюм ребенка будете отвозить в химчистку. То есть обращайте внимание, удобно ли для вас носить трехслойную одежду, или все-таки вы предпочитаете иногда носить и вашу собственную, какие-то свитера, колготочки, а не термобелье. То вот поэтому мы обратили внимание на такой вот картинок Кэрри, поскольку его можно и стирать, и он сохраняет свое тепло при разной одежде внизу. То есть необязательно носить рис и термобелье. Окей, итак, следующие покупки, которые были приобретены для ребенка, это шапочка-шлем. Вообще я очень советую мамам обратить внимание на шлемы, просто я думаю, мало ли кто-то не видел. Это очень удобно, очень удобно и для ребенка. Вот такой вот у нас шлем фирма Киват, да, Киват, такая с отражающей штучкой здесь. Здесь продаются, ну, в Питере в магазинах детских, да, может быть, просто тоже где-то увидите. В них есть какой плюс? То, что они, по-моему, до минус 15 градусов, или до 20, ну, то есть на холод они подходят. У них утепленные, уплотненные вот здесь вот места, то есть здесь специально идут уплотнения вот по вот этой вот всей области, чтобы ребенку нигде ничего не задувало. Раньше мы одевали какие-то шапки с помпонами и так далее, но сами знаете, вот все вот это вот места открыты, меня это очень смущает. А здесь я одела, я знаю, что в садике ребенку будет однозначно тепло, нигде ничего не задуй, все будет очень-очень хорошо и они действительно очень теплые. Советую обратить внимание на такие шапочки-шлемы с уплотнениями, они есть еще и тонкие, обратите внимание. И еще, может быть, кто-то из мамы когда-то не видел, мы только купили, еще даже не распаковали, поскольку не было возможности, мы купили вот такие вот варежки, это, господи, Дитриксенс. Вот такие вот влагостойкие перчатки, они одеваются на детские, они одеваются на рукава, то есть туда затягивается ручка и они вот так вот растягиваются, ручка затягивается и после этого продевается и вот таким вот образом ручка фиксируется на месте. Очень удобно, но обратите внимание, что подобные варежки, может быть, даже каких-то других фирм-производителей, они идут по размерам и года чаще всего отличаются от того, что в результате у нас происходит. У меня вот размер 6-8, хотя ребенку 3. Тоже советую обратить на это внимание. Если вам понравилось это видео, оно оказалось для вас полезным, поддержите меня, пожалуйста, пальчиками вверх, подписывайтесь на мой канал, смотрите новые видео, для мам тоже есть очень много чего интересного. Всем пока-пока!